Хорошая, тяжелая, плотная такая игра была. Второй, третий период, наверное, если бы ошиблись где-то, могло бы, конечно, сложиться все гораздо хуже. Хорошо забили, третий гол стало полегче, все как бы и на лавке, и по игре, и спокойно довели до победы. А так соперник хороший, тяжелая была игра, в принципе. Но после такой серии поражений оправилась уже команда? Уже все забыли? Да, конечно, как бы игры продолжаются, все, что уже было, не вернуть, поэтому думать об этом не стоит. Сейчас начинаем, надеюсь, хорошую победную серию, будем продолжать стараться выигрывать дальше. В принципе, декабрьский календарь достаточно тяжелый по соперникам, и выезд один, потом второй достаточно долгий. Как заглядываешь в календарь, настраиваешься заранее, или все-таки от игре к игре постепенно, главное, на ближайшую игру настроиться? Скидывают расписание на завтра, и все, живу завтрашним днем. Конечно, календарь смотрю, с кем играем, там выезд какой, все равно дома играть приятнее, хочется побыстрее вернуться, вот, но едем побеждать. Про домашние игры, сегодня был первый матч, когда мы играли 50-процентным количеством зрителей, как тебе атмосфера? О, все круто, конечно, очень приятно играть здесь, лично мне, мне очень нравится, спасибо большое болельщикам за поддержку, в принципе, с победой всех. И при такой атмосфере ты забил сегодня первую шайбу, как, расскажи момент. Почему первую? Первую носка? Нет, третью. Третью. У вас? Впечатления положительные, приехал на пятак, закопал, как говорится, все находится на пятаке. Ты третью игру подряд играешь в связке с Никитой Гусевым. Образовалась ли какая-то химия между вами, понимание, партнерское такое? Вы создаете много моментов, в принципе, это решение? Я думаю, да, у нас в каждую игру, в принципе, есть достаточно моментов, чтобы реализовывать. Сейчас я немножко тоже потянул, у меня моментов много. И вот так, да, мы разговариваем перед игрой, как, что будем делать. Я думаю, в принципе, неплохо играем.